здравствуйте я очень рада приветствовать вас на своем канале и сегодня я хочу с вами поделиться рецептом киша с творогом и зеленью и так для приготовления киша я сегодня возьму 225 грамм муки вот она у меня дальше добавим сюда 120 грамм маргарина или масло у меня смесь маргарина и масло 10 грамм сахара 4 грамма соли но сначала перемешаем маргарин и масло с мукой хорошенько в крошку дальше введем одно яйцо сюда уже руками попробуем соединить в один комок все тесто быстро чтобы масло и маргарин не подтаяли нам вымешивать не нужно только соединить если у вас тесто не соединяется можете добавить него ложечку или пару ложечек холодной воды тесто мы собрали в комок вымешивать мы больше не будем и отправим его в холодильник тем временем прибудем готовить начинку для нашего киша для начинки я возьму 400 грамм домашнего жирного творога 1 чайную ложку соли размешаем творог с солью к творогу я буду добавлять все что есть у меня на огороде все что насобирала вот такой кабачок 230 грамм и зеленушечка лук зеленый укроп шпинат и немножко базилика кабачок я нарежу такими слайсами длинными не очень тоненькими не буду резать просто ножом они картофели чисткой кабачок у нас я его немножко присолю чтобы он отдал свой сок укроп и лук мы порежем меленько а шпинат оставим у меня мелкие листочки шпината поэтому оставим таким есть лук я буду брать только зеленые листочки поэтому корешки укропа я отрезаю они мне не нужны и лук тоже отрезаю но не выбрасываю белые луковички мне тоже не нужны данным децепте нужны только зеленые перья займемся заливкой для киша заливку нужен сливки сметаны или молоко берите по вашему усмотрению 250 грамм я взяла жирного домашнего молока и на каждый 50 грамм молоко я отправляю одно яйцо то есть мне нужно 5 можно 45 на каждые 50 грамм одно яйцо ложку соли чайную перец мускатный орех заливка готова дальше нам нужен еще сыр твердый его нужно натереть у меня это моцарелла твердая мне нужно 100 грамм и после заливать заливкой все ингредиенты у нас готовы поэтому включим духовку на 190 градусов форма для киши у меня диаметром 30 сантиметров достаю тесто и начинаю его распределять по форме я буду с помощью скалки чтобы меньше контактировать с тестом форму я ничем не смазываю но вы можете выложить на дно пергамент чтобы легче было доставать готовый киш и отправим наше тесто на пару минут в духовку обратно отправляем сюда пергамент сыпем соль или какой-нибудь груз какой у вас есть это может быть горох крупа любая специальные керамические камушки у меня дежурная соль и отправляем духовку на минуте хочу показать вам что я сделаю с остатками тесто и его тоненько раскачаю хочу приготовить бонус десертики такие маленькие корзинки с сметанным кремом и с фруктами как такие у вас есть можно готовить у меня сегодня с клубникой мой и заливаем все это сметанной заливкой рецепт который вы видите на экране или можете всегда посмотреть в инфобоксе тесто для киша достаем из духовки будьте аккуратны потому что форма очень горячая распределяем творог по всему периметру нашего киша дальше я выкладываю вот таким способом кабачок вы можете любым способом дальше зелень всю посыпаю я добавила немножко помидорки если у вас есть можете добавлять смело очень вкусно посыпаю сверху шпинатом дальше сыром и заливаю заливкой и конечно же не забудьте отправить вместе с кишем десертики что скажу вам киш получается очень вкусный я конечно разрезаю его не дождавшись пока он остынет если дождаться резаться он будет конечно же лучше но он вкусный как холодный так и горячий очень советую всем приготовить он очень вкусный тонкое песочное тесто и вкусная сочная начинка всем пока